всем привет 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 а мы с вами сейчас будем рассматривать посылочку которую я получила с алиэкспресс девочки это конечно нечто невероятное помните я вам говорила что я жду посылку с апреля месяца а посылочки все не это я требую вернуть деньги а деньги мне не возвращать говорят ждите в общем короче сколько мы уже здесь в испании мы уже здесь две недели и мне мой муж буквально на днях говорит ой слушай забыл тут же тебе какие-то вещи по приходили с алиэкспресс и я была в шоке оказывается но заказ оформлял мой муж потому что платил он со своей карточки вот я только выбрала то что мне нужно он уже там оформлял куда что зачем чего короче он все это дело заказал сюда в испанию потому что рассчитывал что он поедет и все это дело привезет для то чтобы ну потому что он себе там еще что-то заказывал ну в общем короче в общем вот моя посылка вот здесь все что я заказывала это стоило около 100 евро ну вот и в общем вот здесь вот все так что так что она у меня есть здесь будут конечно повторы здесь есть еще некоторые вещи которые я заказывала помимо косметики. Ой, господи, помимо фурнитуры, сейчас я вам покажу. В общем, я хотела щипцы. В общем, такие красивые были щипцы на Алиэкспресс. Ну, в общем, я их заказала. Обратите внимание на размер. Это просто цирк. Ну, хорошо, я себе в Мальме купила нормального размера. Ну, ладно, в общем, ну, в общем, пусть будут. В общем, вот такое чудо мне пришло. Ну, вот, это пластик или силикон. Ну, это не силикон, это, скорее всего, пластик. Короче, вот такой вот ссылки я, конечно, на все на это оставлять уже не буду, потому что смысла нет. Я это заказывала сто лет назад. То есть уже больше, чем полгода прошло с тех пор, как я это все дело заказала. Там уже и цены другие, может быть, уже и товаров на лечении. Так, значит, из маникюрных заказала я вот такие, ну, как они называются, пластины для стемпинга. Почему? Почему заказала? Потому что здесь вот на правую руку вернее, на левую руку, ну, короче, на правую, на левую руку. Вот они в зеркальном отображении. Я хоть и не люблю вензеля, но иногда бывает нужно. Ну, вот в дополнение, как бы там делаешь пару ногтей таких, пару ногтей таких. В общем, короче, вот такая большая пластина. Вот. И здесь заказала здесь, это из разных сайтов. Вот. Вот это из одного, вот это из одного магазина, вот это из другого. Это Beauty Big Bang. Ну, вот, я ее ждала уже, и мода на нее прошла, а я все ее еще жду. В общем, здесь такой животный принт, всякие леопарды, всякие зебры, тигры, в общем, и все остальное. Ну, в общем, короче, такое дело. Ну, а вот эту пластину я не могла не заказать, это украинская пластина. Вот. Тут и веночек, тут и герб, в общем, тут наши такие национальные узоры, в общем, в общем, все, что касаемо маникюрного, еще я заказала себе вот такие салфетки. У меня есть салфетки, здесь в Испании есть, целая большая коробка. Ну, вот, но мне же они были нужны там, в Швеции. Ну, в общем, короче, вот такие салфетки, безборсовые салфетки, я их заказала 500 штук, вот, 5 вот таких упаковочек, одну уже и начала, когда делала маникюр. Ну, вот, здесь в каждой упаковочке по 100 штук салфеток. Все. С этим мы закончили. Теперь поехали. По поводу колец. Вот такие кольца я купила у нас у китайца. Вот такие кольца. То есть, для того, чтобы носить бусы. Вот, если бусы длинные, вот я на примере вот этих красивейших бус вам показываю. Вот. В общем, вкладываются, потом они там, в общем, как вам нужно, да, на сколько раз вы заложили, на столько раз вы все это дело сюда вложили, вставили, и у вас есть полноценные бусы, да, которые можно застегнуть, расстегнуть, не надо их через, через голову перенизывать, там, пять раз. В общем, собственно говоря, вот такие кольца. Тут еще где-то было одно, почему-то я его не вижу, где-то оно уже затесалось. В общем, три, да, вот еще одно. В общем, три колечка в наборчике мне стоили 75 сантимов. В общем, вот такие колечки. Я очень рада, что мне не пришлось это заказывать с Алиэкспресс. Ну, а теперь о печальном. Заказала я девочке тросик. Вот. Заказала тросик золотой и тросик серебряный. Ну, как вы понимаете, это никакой не тросик, а это чертова проволока, которая мне абсолютно никак не нужна. В общем, вот она вот такая проволока. В общем, вот такая вот ерунда. Ну, может, для каких-то других вещей понадобится, но явно не для вуз. Поехали дальше. Я уже заказывала себе как она называется, вот эту резиночку, да, для того, чтобы делать браслетики. Вот. Вот она. Такой же набор я уже получала, я вам показывала. И здесь то же самое. Один миллиметр. Сто метров. Куда я это буду девать, я не знаю. в трусы вставлять, наверное. Ну, здесь такой же наборчик, вот этот вот, 100 метров этого силиконового тросика. Ну, и к нему иголочки. Только я не знаю, какие здесь иголочки, потому что это из другого. Так, как их вытащить? Один Господь Святой знает, не знаю я, как их вытащить. Ну, неважно, там побольше иголочек, чем те, которые я заказывала в прошлый раз. Это из другого магазина, но вот наборчик, в принципе, такой же. Так, дальше. Дальше я заказала себе вот такие крючки. Это не сшила. Это крючки, вот, для прошивки обуви. Я же люблю таким всем заниматься. В общем, два крючка. Я их так упаковала, чтобы они ничего там не прокололи, не закололи никому. Ну, такие очень примитивно сделаны. Вот такая обычная ручка. Ну, вот, бывает мне нужно. Вот, я, я люблю там взять какую-нибудь старую подошву и на этой, на основе этой старой подошвы сделать себе какие-нибудь новые тапочки сшить. В общем, я такое дело люблю, поэтому, поэтому так. Так, бусины. Бусины маленькие, проставочные бусины, два миллиметра, два на три миллиметра. Вот такие вот бусинки Аврора Бориалис. Не знаю, видно, не видно, как они блестят. Вытаскивать не знаю, я их еще, я не знаю, в чем они там. Я их еще не вытаскивала, даже не смотрела. Ну, они там в таком же, в таком же пакете. Я не знаю, сколько их здесь штук, потому что это все было очень давно. Ну, в общем, видно, да, они такие малюсенькие. Я такие использую, когда расшиваю бусины, которые я шью на основе квадратного жгута. Я спрашиваю, почему оно все, где упаковка, я же должна ее раскрыть, показать. Он сказал, ну, так это же не я получала, это получал какой-то товарищ. И он у меня спрашивал, все ли на месте. Я мне прислал фотографию. Ну, я сказала, что все. Ну, вот так, в общем. В общем, китайцы пишут, что это бусины из полимерной глины. Я заказывала две упаковочки. Ну, в общем, короче, вот такой вот, я два лота брала. Вот такие вот бусины. 8 миллиметров они или 10 миллиметров. Я уже даже и не помню. Так, вот такие колесики. У меня когда-то были такие колесики. Я их все использовала, заказала еще. В качестве проставочных это пластик. Они мне очень нравятся. Еще заказала в качестве проставочных бусин. Вот такие бусины. Они здесь золото, серебро и медь. Вот. Они такие граненые. Маленькие-маленькие. То же, по-моему, то ли 2, то ли 3 миллиметра. Какие-то совсем малюсенькие. Заказывала именно как проставочные. Я люблю такие бусины. Это пластик. Так, вот заказала тоглы. Здесь у меня, по-моему, золотые. Я не помню, серебряные есть или нет. Да, и серебряные. Вот. Вот такие вот тоглы. Маленькие. У них диаметр 1 сантиметр. Вот такие маленькие. Так, чтобы они мне для браслетов годились и для бус. Мне всегда же нужны большие. Так, это золотые. А вот точно такие же серебряные. Вот такие. Так, дальше. 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 Вот такие швензы для сережек. Я люблю такие швензы. Вот в золоте заказала. Но золото тут такое, европейское. Вот. Вот такие. Как их называют? Наручники. То есть они как раз подходят к моим ушам. Замечательно. Чего-то он у меня не расстегивается, красавчик. Или то я не ту сторону отстегиваю. Так, короче, я расстегнуть не могу. Не знаю, может быть он... Так, короче. Надо какой-то другой взять. Хотя, может быть, они все такие бутафория, знаете? Не, не расстегиваются. Ой, все, расстегиваются. В общем, вот так. Они как раз... Вот как раз толщина моей мочки. Вот они как раз на меня хорошие. Они мне не жмут, ничего. Но это на тоненькие мочки. Поэтому мне подходят. Так, что же еще интересного здесь? А, да. Значит, я уже несколько раз покупала эти треугольники. Здесь у меня в Испании есть такие треугольники. В Швеции у меня нет. Поэтому заказывала в Швецию. Они удобные. Как и для маникюрных дел, так и для бусин. Сюда высыпаешь бусины. Потом их очень легко высыпать. Вот для бисера. Для такого всего. Потом очень легко высыпать обратно в пакетик, в коробочку. В общем, их здесь 10 штук. Таких треугольников. Я очень их люблю. Так. И здесь же. Я же рассчитывала, что это пакетики на струне, для того, чтобы хранить материалы. Ну, а это пакетики не на струне. А это вот такие вот пакетики. Дурацкие. Одноразовые. Ну, в общем, ладно. Заказала, да и заказала. Но заказывала маленькие, потому что мне нужно там для бисера, для такого всего. Ну, в общем, ладно. Что есть, то есть. А заказала, а хотела вот такие вот, ну, вот такие вот пакетики, которые закрываются, открываются многоразовые. Так, дальше. Шапочки. Шапочки медь. Я очень люблю эту форму шапочек. Вот такие они. Вот такие. Очень симпатичные шапочки. В общем, теперь у меня есть шапочки. Теперь я довольна. Правда, есть и повторы, но тоже такое дело. Так. Теперь у меня вот этих штук могу на базар выходить и продавать. Я же их еще раз заказала. В общем, это вот эти штуки, которыми, куда вот проходишь... Короче, это типа коннектор, да? Коннектор, протектор. Для того, чтобы здесь закреплять пинь, закреплять кримп и уходить обратно. В общем, вот такие. Они здесь трех цветов, и их здесь просто немеряное количество. И дома у меня еще вот такая штука. А использовала я их ровно один раз. Так, вот такие шапочки. Я тоже их заказывала в Швецию. Вот. Вот такие они. Я их еще, правда, никуда не надевала. Я так понимаю, долго они у меня будут лежать, эти шапочки. Ну, в общем, такие они. Вот такие. Они здесь трех или четырех цветов. Да, четырех. То есть черное, под золото, под серебро и под... Как это называется? Господи, есть серебро, а есть сталь. Так, одна упала, найти не могу. Вот, нашла. В общем, в общем, как-то так. Теперь у меня таких шапок просто очень-очень много. Дальше вот такие шапки. Ну, не знаю, купила попробовать. Хорошие, плохие, не знаю. В общем, они и как колпачки, и как шапочки. Такие вот, такой формы какой-то интересной. Похоже, похоже на вазочку. Вот такие они. Не знаю, видно, не видно. Отсвечивает, не отсвечивает. Ну, я здесь в походных условиях. А, вот еще тоглы у меня такого цвета есть. То есть я их все три цвета заказала. И золото, и серебро, и медь. Так, дальше. Показывать не буду. Мои любимые, малюсенькие. Ладно, покажу. Мои любимые, малюсенькие шапочки. Они у меня очень-очень популярные. Я их очень люблю. Вот они такие, совершенно крохотные цветочки. Никаких дырочек в них нет, ничего. Просто, просто вот так вот надеваются на бусину, закрывают некрасивое отверстие, если оно некрасивое, и чуть-чуть придает какого-то такого нежного блеска. Так, хотела я сделать себе такое воздушное ожерелье из бисера. И для него заказала вот такие колпачки. Там нужны вот такие колпачки. Здесь они нескольких цветов. Золото, серебро и бронза. В общем, вот такие колпачки. Я не знаю, для чего они еще могут понадобиться. Да, тут их просто понесколько. Вот такие, они не такие уж, они длинные. В общем, вот такие колпачки. Посмотрим. Когда-нибудь сплету я себе? Или не сплету? Бусы из бисера. Ну, очень хочется. Так, вот мои любимые колпачки. Я их заказывала уже когда-то в цвете бронза и серебро. И я использовала такие колпачки. Серебряные я использовала в украшении коралловый вид. А вот эти я делала голубая лагуна, по-моему, называлось украшение. Из голубого, из гавлита. В общем, вот такие колпачки. Они очень красивые. Вот если туда много, много, много низочих бусин. Очень красиво. А еще у лыси подгурской я видела, как она делает такие жгуты, жгуты. И ставит их посерединке вот эти. А между ними вешает кулон. Тоже очень красиво смотрится. Ну, в общем, короче, я заказала все три цвета, которые были на сайте. Ну, по одному лоск. Это такое украшение, которое что-нибудь использовать в каждом, в каждых бусах. Поэтому заказала всего, всего по два. Вот золото, серебро и бронза. Ну, золотых я еще не использовала, потому что у меня их не было. Так, стараюсь не разбрасывать, потому что это все поедет со мной в Швецию. Так, вот такие бусины заказала. Это бусины пластиковые. Вернее, не бусины, а это, как они называются, вот такие бейлики, да? Нет, это металл. Это металлические или пластиковые. Какие-то они легкие для металла. В общем, короче, они тоже трех... Они тоже трех цветов. Вот такие под золото, под серебро и черные. Ну, бывает нужно, да, когда делаешь бусы. Бывают такие штучки, очень нужны, в общем. В общем, я их заказала. Такие, как бейлики, да? В общем, три цвета. Вот такие. Так, это у нас кримпы. Кримпы крупные. По-моему, самые крупные, которые есть в цвете серебро. Я их заказала. Вот такие большие, крупные кримпы. Для того, чтобы туда могло пройти несколько раз тросик. То есть не просто два. На так вот, как я делала бусы, не бусы, а браслет к лазурному берегу, да? У меня там было три ниточки, три тросика. А потом нужно было вернуться опять в три. То есть шесть тросиков нужно, чтобы прошло. Вот, в общем, эти такие большие кримпы. Я рада, я довольна. Так, обжимные бусины. Опять-таки, заказала самые большие и очень зря. Они очень твердые, они очень неудобные. Здесь их тоже, получается, здесь четыре цвета. Бронза, медь, золото и серебро. Ну, короче, в общем, они очень неудобные в использовании. Это самые большие, пять миллиметров. Такие же у меня есть в Швеции. Такие же, вот такой же лот я заказывала и в Швецию. Так, дальше. Дальше, ну, это замочки лебеди. У меня таких не было. В золотом цвете. У меня такие есть в серебре и в бронзе. На это заказала еще и в золоте. Пусть будут, они лишними не бывают. Хотя я всегда стараюсь избегать замков. Я не люблю замки, но бывает нужно. Так, теперь вот такие мои самые любимые шапки. Значит, они здесь у меня идут в серебре и в бронзе. В золоте их не было. Ну, может быть, они и были, но я их не нашла. В общем, вот такие они. Они небольшие, такие толстенькие. Они очень удобные. Я такие очень люблю. Вот такие цветочки. Они не перегружают бусы, но свою функцию выполняют. Здесь написано 100, но здесь, наверное, больше, потому что я заказывала не один лот, но я все это дело засыпала в один. Здесь тоже 100. Это такие же, только 100, наверное, 200. Вот, такие же, но в серебряном цвете. Вот такие они. Мне они очень нравятся. Я их очень люблю. У меня закончились давно. Так, теперь здесь у нас диски проставочные. Брала на пробу. Они совершенно одинаковые, вот, серебряные, и под бронзу. Или под медь. По-моему, под бронзу, но они скорее под медь. В общем, вот такие небольшие диски, но они совершенно одинаковые, вот, что серебряные, что эти. Разницы между ними нет никакой абсолютно. Вот такие они. Маленькие. Я не знаю, сколько они. Наверное, 8 миллиметров. Ну, вот, я уже те открывать не буду. Господи, все мимо. Вот для этого я и купила, чтобы не рассыпать вот эти, вот эти вот треугольники. Но в то же ними будут пользоваться. Боже жмор. Так, это я потом буду собирать. Так, шапочки. Шапочки такие я вам уже показывала. Такие шапочки я уже заказывала. Я их уже использовала в каких-то бусах. Здесь тоже три цвета. Это шапочки меньшего диаметра, по-моему, 7. 7 миллиметров. Ну, вот они такие, как филигрань. Очень, очень хлипенькие, тоненькие. На это такие же, только 9 миллиметров. Вот они. Вот такие. Их я еще не использовала. Я еще не знаю, куда их прилепить. Но теперь у меня этих шапок, мама, не горюй, сколько. Ну, ладно, с этими шапками мы разберемся. Ну, вот эти шапки. Я тоже такие заказывала. Такие шапки есть у меня в Швеции. Но я их еще не использовала. Вот такие цветочки. Я их еще не использовала. А вот шапки разочарования. Вот сейчас я вам их покажу. Это вот эти шапки. Ой, и дернул же меня, черт, заказать их еще. Я их, наверное, никогда в жизни не использую, потому что это дерьмо. В общем, никогда в жизни их не покупайте. Эта гадость редко пакостнейшая. Так красиво они на картинке показаны, на крупных бусинах. Вот. Но это дерьмо-дерьмо. Оно за все цепляется. Оно такое нестабильное. Ну, короче, в общем, гадость редкая. Никогда больше я их не куплю. И вам не советую их покупать. Они типа филигранные. Я делала с ними сатуар. Так, сатуар вы увидите. Ну, не знаю, когда, но, наверное, скоро. Вы увидите с ними сатуар. Ну, это, короче, дерьмище редкое. В общем, никогда их не покупайте. Ну, это бусинки всем знакомые. Это вот такие бусинки маленькие, малюсенькие. Вот. У меня опять повтор. Я их заказывала в прошлый раз в Швецию. Вот. Ну, это вот такие обычные, маленькие, филигранные бусинки. Может, на руке будет лучше видно, но вы все их знаете. Это вот такие малюсенькие бусинки. Металлические. Я тоже брала микс. Я тоже брала микс. В общем, вот такие. И такие же, вот такие же бусины, только большего размера. Здесь у нас, кстати, тоже продаются такие бусины. Вот. Я куплю еще себе таких бусин, чтобы не заказывать. Вот такого же диаметра и продаются. Я куплю себе еще с собой золотых и серебряных бусин. Серебряных я не видела. Я поеду в следующий раз в Пуэрту Венеция. Зайду в этот большой магазин, там, где мне запретили снимать, в китайский. И там у них есть фурнитурка. Ну, вот я себе прикуплю разных поставочных бусин. Так, что здесь? Здесь у нас коннекторы. Так, здесь у нас вот такие коннекторы. Их 10 штук. В общем, вот такие. Он даже какой-то согнутый. В общем, вот такие коннекторы. Есть они у меня здесь золотые. И такие же точно серебряные. Их тоже 10 штук. Ну, вот. Ну, брала, потому что... Ну, из них можно, наверное, что-то интересное сделать. Я так думаю. Можно как-то в бусы вставить. Можно в сатуар вставить. Ну, в общем, я думаю, пригодятся. Даже на основе этих штук можно сделать красивые серии. Ну, вот их два вида. Следующая моя любовь. Кубики. Я их очень часто использую как проставочные бусины. Это пластиковые маленькие кубики 2 мм. Я беру 2 мм, потому что 3 мм, 4 мм, они уже грубые. Там уже видно, что это галимая пластмасса. В общем, ерунда. Так, еще шапочки. Вот такие шапочки. Шапочки такие крупненькие, интересные. Серебро. С таким вот рисунком в чернении. А что ж не видно-то ничего. В общем, вот такие шапочки. Так, еще шапочки вот такие. Здесь я брала микс. Почему брала микс, не знаю. Уж что взяла, то взяла. В общем, вот такие шапки. Они такие как... Мне похоже на четырехлистный клевер. Такие шапочки. Здесь три цвета. На золото, серебро и бронза. Или даже четыре. Четыре. Наверное, четыре. Золото, серебро, бронза и медь. Вот, вот такие шапочки. Их, по-моему, двести штук. Ну, я же их не считала, это понятно. Но в лоте, по-моему, двести штук. Так, следующее. Следующее, это еще вот такие коннекторы. Я тоже брала их в смесь, потому что мне не нужно много одного и того же. Вот такие вееры. Или веера. Вот. Они такие тоненькие, тоже филигранные. Но они, ну, они не гнутся, хоть они и тоненькие. Но я решила, если я буду ставить, то я, наверное, скорее всего, буду ставить их вот так по две штучки. Чтобы они какую-то толщину имели. Ну, посмотрим. Как карта ляжется. Вот матовый. Интересно. И вот матовый. В общем, я их не рассматривала. Но тут есть такие блестящие, а есть матовые. В общем, вот такие веера. Их тоже тут много. Наверное, что тут пятьдесят. Итак. Дальше. Дальше вот такие большие пластиковые бусины. Я брала самые большие. Это, по-моему, десять миллиметров. Или двенадцать. Не знаю. Ну, вот они, они идут в трех цветах. Золото, серебро и медь. Вот. И у них огромное отверстие. Брала для того, чтобы прикрывать соединение. Ну, я думаю, что это пластик. Я не знаю. Это не может быть металл. Они какие-то люди. Ну, я не знаю, из чего они. Ну, в общем, я брала для того, чтобы прикрывать соединение между тросиком и мемори-проволокой. А, здесь еще черные. Здесь четыре цвета. Белые, желтые, черные и вот эти розовые, медные. Так, вот еще вот такие швензы. Я брала золотые и серебряные. Они совершенно одинаковые. Я уже не буду их вытаскивать. Понятно, что они одинаковые. И еще брала вот такие швензы. Я не очень их люблю, но иногда просто бывает не смотрится. Не смотрится сережка вот с такими-то закрытыми швензами. Вот такие брала швензы-крючочки. Но, брала их... Так, а ну-ка, давай, какая-нибудь швензочка, вылазь. Но брала вот с таким крючком. Вот так вот они отгибаются. Вот так. Вот такие я люблю больше. Без бусинок, без пружинок. А, ну, это швензы под медь. Господи, под бронзу. Это тоже шапочки. Шапочки вот такие. Сейчас я покажу их подробней. Вот такие шапочки. Тоже очень интересные. Я такие шапочки люблю. Они не очень крупные, но и не такие уж мелкие. Прям совсем. В общем, вот такие шапочки, цветочки. Вот еще вот такие иголки. Вот они вот в таком, вот в таком тубусе пришли большом. Тут есть длинные иголки, коротенькие иголки. В общем, разные. Это иголки, у которых отверстие, даже не знаю, как показать лучше. У которых нет ушка. Вот у них она раскрывается на две части. Это специальные иголки для бисера. То есть, ее открываешь, она такая вот получается в форме нолика. В общем, вот там. Ну, я не могу сейчас открыть. Ну, в общем, понятно. Ну, вот в таком вот они тубусе большом. Прям не потеряются. Вот. И там длинная. Там, по-моему, то ли 12, то ли 15 сантиметров самая длинная иголочка. Это подарок от продавца. Значит, продавец решил подарить мне вот такие бейлы. Они мне, конечно, в принципе, не нужны. Но, как говорится, отдаленному коню в зубы не смотрят. В общем, вот такие бейлы. Вот такой вот пакетик, подарок. Ну, в общем, вот такие у меня были покупочки. Я еще буду покупать фурнитуру у Чино. В китайском магазине. Я уже там присмотрела и бусины проставочные. Такое разное все. Ну, и, конечно же, я вам все это покажу. Ну, все. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, было не сильно скучно слушать меня. Ну, все. На этом заканчиваю. Всем желаю всего самого-самого наилучшего. И все. Всем пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.